Здравствуйте, я Лена Пукаева и приглашаю вас по грибы. Два месяца в нашем регионе не было дождей. Лето очень сухое и засушливое. Но сейчас в августе ночью уже чуть холоднее, днем все еще жарко. И ночью под утро туман. Соответственно, грибы по чуть-чуть выходят. И самые-самые нетерпеливые грибники уже выходят в лес и приходят с урожаем. И мы в их числе. Что мы сегодня найдем, мы пока не знаем. Но ориентируемся на грузди. Я сегодня не одна. Со мной Евгений Кузнецов. Любитель ходьбы и созерцания грибов. Все правильно сказала? Абсолютно. Вы в этом месте не первый раз? Ну, в городе единственное такое место, интересное. И люди не знают, что у нас есть городские грибы. Замечательные рыжики, кстати, растут. Вполне съедобные грузди. Ну, и здесь особенно знаменит сезон опят. То есть, когда начинают вылазить опята, здесь прямо паломничество всех желающих до них. Потому что один пень и корзина. Да, да, да. Вот. Ну, и потом здесь все как в нормальном удмуртском лесу. Просто он чуть погрязнее. Вот, чуть истоптаннее. А в остальном, вот, надо не забывать, что город наш в окружении лесов и лесах не сдаются. Можно ли есть грибы, которые мы найдем в этом лесу? Весь вопрос в степени их загрязнения. Да. Поэтому, если в лесу кто-то ездит на автомобиле, разбрызгивая масло и бензин, там, конечно, их есть не надо. А если все ходят пешочком, птички какают, понимаете, собачки мочатся, тут ничего плохого в этом совершенно нет. Вот, только на пользу. Поэтому они здесь, пал, несъедобные. Но, в всяком случае, я их ел. Ага, и все хорошо. Ну, сохранился. Ну, тогда на такой оптимистичной ноте пойдемте в лес. Все, а лес уже таким осенним становится. Листики падают. Вот, для полного счастья нам, грибникам, немножко дождей еще. Да, счастье наступит послезавтра. Да? Да. Для того, чтобы искать грибы, надо иметь такое рассеянное внимание. То есть, если вы будете говорить, вот я сейчас вот хочу найти грибы, вы их никогда не найдете. А когда вы скажете, ааа, ничего не нашла. Вот, бац, сразу грибы и полезли. В этом есть физиологическое обоснование. Ага. А когда вы расслаблены, у вас зрение периферическое, кстати, это именно физиологически так и заложено, и вы видите все. И всякое маленькое, что-то такое, чего вот бросается в глаза, оно бросается в глаза особенно ярко. Поэтому вот грибные, вот эти все дела, наблюдения, сбор грибов, это действительно очень мощный релакс. И более того, по количеству грибов в корзине можно понять, сколько человек расслабился. Все понятно. А вот периферическим зрением мы увидели какой-то гриб. Да, это не грусть. Могу сказать сразу, не ешь меня. Не ешь меня, да? Ну, пойдемте к тем, кого ешь меня. И остановились мы на том, что... Да, почему гриб хочет, чтобы его съели. Чтобы его съели. Дело в том, что сама вот, ну, то, что мы видим, гриб, на самом деле это плодовое тело. Это только надводная часть айсберга. А вот, чтобы груздевая семья появилась в новом месте. Переселилась. Да, а грибница, это, видите, такой коллективный организм. Ну, то есть, для того, чтобы споры ушли далеко, это же не дерево, у которого там семена могут разлетаться. Надо, чтобы кто-то съел. И переварил. И, как говорится, отложил эти споры. Вот, поэтому грибы, может быть, там сидят под землей, смеются и думают, что... Знаете, как говорят, собака думает, что хозяин нужен, чтобы палочку принесить. Ой, в смысле, давайте кинуть. Да, да, да. Вот грибы, возможно, думают, что наша функция переноситель споры. Грузди, это вообще такой прячущийся гриб. Почему он долгое время в процессе роста находится под слоем травы, опавших листьев, причем слежавшийся такой. И поэтому просто так его заприметить бывает достаточно трудно. Да. Вот мы сейчас проведем эксперимент. Вот я вас приведу к месту, где достоверно грузди есть. Ага. Вот, очерчу квадрат, в котором они точно есть. И вы будете этот грузд искать. И будем искать. Да, причем я вам очерчу квадрат всего в 4 квадратных метра. Мы можем защитить по часам, как долго вы будете этот грузд искать. Пришли, мы уже на месте. Да, мы уже на месте. Вот, поглядите, вот вокруг. Ага. И в какой стороне будет наш квадрат? Вот, смотрите. Значит, очерчиваю квадрат. В котором будете искать гриб. Значит, сразу оговоримся, ищите очень аккуратно, чтобы не отломить. Да, и чтобы... Гриб старенький, он нас дожидался минимум неделю, это точно. Ага. Ну, плодовое тело, оно вообще где-то от 5 до 10 дней существует. Потом оно превращается в пищу для спорт. Да. Вот, поэтому вот ищем грибы. Вот вам площадь. Грузди надо обязательно, чтобы был смешанный лес. Часть грибов... И старые деревья, так понимаешь. Всякие, всякие. Не обязательно. Он с живыми, он с живыми имеет дело. Да. Вот, поэтому ему часть груздей, она любит ель, часть груздей любит осину, часть березу, часть сосну. Груздей вообще, наверное, штук 7. Угу. Вот. И, кстати, я не знаю, что тут за груздь. Мы будем разбираться, что это за груздь в процессе. То есть, и вот есть груздь обыкновенный, или настоящий, или его еще... Белый. Белый. А еще его самое главное называют мокрый. Угу. Это официальное научное название. Мокрый. Угу. Есть груздь перечный. Почему его так называют? Там вот эти терпены, вот кровь его очень остра, очень остра, и их его даже иногда добавляют вот с засол, скажем, рыжиков, для придания там такого... Чик-чит. Ну, кроме того, есть желтый, красный, коричневый, и даже синий. Угу. Он так и называется там, блулул, индиго по-латыни. То есть, действительно цвет, а джинсов таких. И для них вот цвет сока, и то, как сок окисляется на воздух, является как раз простейшим способом поднять что-то срезу. Мне определили место, где же растут эти грибы. В порядке 4 квадратных метра. Прям начертили этот квадрат. Интересно, за сколько же я их найду? Под ноги глядеть. Глядеть под ноги. Но я понимаю, вот уже первый. Вот он под иголочками. И он прям такой уже очень рыхлый. Я так полагаю, он уже точно несъедобный. Срезать его, ну, не знаю, если только рассмотреть. Я думаю, мы пока его вот так вот оставим. И поищем остальные. Так, дальше тоже мне говорят, нужно быть очень и очень осторожной, чтобы не раздавить. Я даже на корзинку рядом поставлю, чтобы она мне не мешала. Буду искать дальше. А вот этот хорошенький, беленький, маленький, свеженький, я бы сказала. Вот его мы точно возьмем. Я просто прям аккуратненько, вас так меня напугали, чтобы я тут раздавить могу. Вот палки-то у меня нету. Опять я грибник без палки. Вот я нашла палку. Они тут явно еще есть, да? Я просто не нахожу. Я хочу еще найти. Очень хочу, но пока. Вот, ну, Лен, в принципе, можно пока прекратить поиски, потому что кто-то вот еще один груз, правда, червивый, уже сшил ногами. Пусть он размножается. Кинем? Пусть размножается. Ну и давайте приступим к изучению того, чего мы там накопали. Ага. Вот. У нас есть объект для вскрытия более мертвый. Да, да, да. Его, кстати, можно срезать, ничего плохого нет. Поглядим ножку, посмотрим, как там червячки живут. Будем препарировать. Срезаем максимально близко к земле. Евгений, ну давайте, рассказывайте. Ну вот, сперва у груздя смотрится ножка. Ага. В груздях червяки живут. Запах у него уже разлагающегося белка. Пахнет он весьма и весьма невкусно. Ну а теперь, профессор, вот вам нож. Ага. Теперь режем. Хорошо, режем. И срезаю поглубже. Да, молодая была, не молода. Да, да, я тоже люблю эту фразу. Режем. Так, смотрим. Ближе к шляпке можно. Давайте еще раз для наших телезрителей обозначим, где же точно растут грузди, по каким приметам будем искать и понимать, что именно в этом месте они будут. Во-первых, нужен смешанный лес. Достаточно светлый. Вот, желательно, чтобы был покров, такой плотноватый из хвои или павшей листвы. Чтобы под ней был свой микроклимат. Вот, ну кроме того, так как он симбион, это у него микориза, должны быть деревья, он растет под деревьями. Грузди находятся обычно неожиданно. Но если ты нашел один, ищи другой и думай, что их здесь нет. Эти идут по площади. Обязательно под листвой и рядом деревья. В грибах проблема состоит нигде. А когда? А когда? Вот. И, соответственно, сразу же вопрос, когда? У нас сейчас по прогнозу сегодня, завтра обещают дожди. Через сколько дней после дождей? Вообще, чтобы вылезло после дождя, достаточно одного дня. Одного дня. То есть даже по приметам, вечером дождь, утром. Да, они как опухоль, они, ну, сутки все-таки надо, они как опухоль моментально растут, как опухоль вот такая. Поэтому все произойдет быстро. Сейчас они экономят воду. Масса вылезла небольшая, грибница нуждается в большей массе плодовых тел. То есть, в принципе, вот если знаем площадь грибницы, то, или массу ее, то можно догадаться массу плодовых тел. Потому что она будет именно массой растений, количеством, а массой. То есть они будут такие большие, Нет, их может быть много маленьких, может быть 2-3 больших. Прошу это сунуть обратно. Обратно, да. Да, где было. И пусть оно там продолжает свою жизнь. Глядишь, кто-нибудь польстится. Кстати, белки. Белки любят их? Вот такие штуки собирают. Можно, кстати, не убирать, пусть лежит, чтобы белка видела. Вот так вот, чтобы видела. Да, да, да. А белочки здесь есть в этом лесе. Ну, и самое-то главное, что животное, да и мы, используем вот грузди и подобные. Грибы, рыжики, кстати, в том числе. Для своих лечебных нужд. Почему? Вот в этих вот грибах, в них огромное количество антибиотиков. Поэтому тут, ну, чего интересного? Хочу обратить внимание, почему так много познаний и глубоких про грибы, их про целебные свойства. Потому что Евгений не просто, грибники не просто любитель погулять на свежем воздухе, а Евгений, он доктор, кандидат медицинских наук. Подчеркнем для зрителей, что на самом деле отравиться ни одним груздем, даже самым фиолетовым, нельзя. Проблема, то, что принимают за отравление, это обыкновенная рвота, связанная с тем, что в грибах содержится, вот в груздях во многих, большое количество вот этих вот терпенов млечного сока. Чем больше млечного сока и чем он более окрашен, тем сильнее раздражается желудок. Но отравиться нельзя, в отличие от других грибов. Евгений, вот я в лес хожу с корзинкой и ножиком, а вы с палками. То есть вы за здоровый образ жизни. Это метод реабилитации моей. Производственная гимнастика. Потому что я сижу на стуле на работе, на нем сидеть вредно, работа у меня вредная. И поэтому единственный способ обеспечить координированную работу руками. Но это отдельная песня. Поэтому с вами вам говорю я «До свидания, а я вам». То есть вы побежите. Айду. Вы ходите, не бегайте. Быстро. Бегать не надо. Поэтому был рад. И я, Евгений, очень. Встреча. Откланирую себя. Всего доброго, Евгений. До свидания. После долгой засухи прошли небольшие дожди. Я вернулась на то же самое место. Проверю, выросли ли грузди. Есть. Дождь помог. Вот мой первый груздь на сегодня. Сейчас буду его срезать. И уверена, что рядом мы здесь найдем еще. Так. Ох, какой плотненький. Вот характерный млечный сок, который дает груздь. На шляпке кольца. Это груздь осиновый. Отличают его розоватые жабры. Размер. Ну и здесь рядышком осинки есть. То есть, вот он такой характерный представитель. Отправляю его в корзинку и буду искать его семью. Грузди растут колониями. Ищем дальше. Здесь должны быть еще. Палкой поднимаем листву и иголки, чтобы не пропустить братьев, сестер. О, вот и еще один. Грузди – это настоящий деликатес. Грибники их любят за особый лесной аромат. Особенно они вкусные соленые. Будем срезать. Это мой малышу дня два-три. Уже представляю, какой он будет солененький, с отварной картошечкой, со сметанкой. Грузди растут с конца июля до октября. В молодом лесу их не найти. Грузди любят смешанный старый лес. Мы находимся как раз в таком. И результат нас радует. И остановилась я здесь. Очень удачно. Вот вижу. Проглядывают еще два красавчика. Ах, какой он. Грузди – шляпочный гриб из рода млечников. Шляпка от 5 до 20 см в диаметре. В середине вогнутая, слегка слизистая, с лохматым краем. Ножка короткая и толстая. Мякоть у груздя едкая. Растет он в еловых, березовых и смешанных лесах с начала лета и до середины осени. Одиночно и группами. Грузди прячутся под слоем опавшей хвои и листвы. Находят грибы, приподняв жухлую лесную подстилку. Я отправилась в лес за груздями в конце августа. Засушливое лето оставило грибников без урожая на несколько недель. После двух месяцев жары в регион пришло небольшое похолодание. Место, где растут грузди, мне подсказал Евгений Кузнецов. Кандидат медицинских наук и любитель прогулок на свежем воздухе. Небольшую семейку мы нашли в смешанном лесу, но опоздали со сбором. Нам попались старые грибы и мы их оставили на полянке. Я вернулась на место через неделю и лес порадовал хорошим урожаем. Собрала 3 килограмма осиновых груздей. Грузди у грибников в особом почете. Грузди соленые – это особенный деликатес. И мы будем готовить именно его. Солить будем холодным способом. Для этого 3 дня мы их вымачивали, чтобы ушла горечь. Рецепт самый простой. Мне его рассказала мама, а маме передала бабушка. Грибы грузди, соль, лист смородины, обязательно черной смородины, укроп и немного хрена. Особенно интересны пропорции продуктов – грибы и соли. Бабушка мерила их не в граммах, не в стаканах, не в ложках, а в ладошках. Большие грибы нужно предварительно порезать на дольки от серединки. Выкладывать продукты я буду слоями. Первый слой – это будут листья смородины и укроп. Потом грибы. В серединке снова слой листьев смородины. И сверху закончим выкладку тоже листьями. Есть два способа засолки груздей. Это холодный и горячий способ. При горячем способе грибы отваривают и заливают горячим рассолом. Но при этом грибы становятся, сами понимаем, вареные. При холодном способе грузди остаются твердые, крепенькие, прям-таки свеженькие и ароматные. Но для холодного способа грузди нужно вымочить трое суток, чтобы из них ушла лишняя горечь. Что мы и сделали. Во время вымачивания груздей воду нужно менять каждые 3-4 часа, чтобы они не испортились, и держать в прохладном месте. Нарезала и пока временно перекладываю в дуршлаг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хрен у нас достаточно большой корень, поэтому мы его порежем на небольшие кусочки. Так он даст больше аромата. Все, этого достаточно на наше количество грибов. Для засолки мы используем листья черной свородины. Я их сполоснула, помыла. А укроп берем тот, что уже более зрелый, даже с семенами, он даст больше аромата. Вода в этом рецепте отсутствует. Сок будут давать сами грибы за счет соли. В принципе, можем начинать укладывать грибы в кастрюлю, солить. И первым слоем укладываю листья смородины. И положу ветку укропа. Добавлю чуть-чуть хрена. И начну укладывать грибы, как и делала эта бабушка. Три ладошки грибов. Три. И одна щепотка соли. Продолжаем манипуляцию, пока не выложим все грибы. Но помним, что в середине бочки, кастрюли нам нужно будет выложить еще слой листьев. Один, два. Два вот это. И три грибов. И одна хорошая такая щепотка, ладошка соли. Снова укладываю листья. Тоже хрен. И снова продолжаю с грибами. Три. Раз. Два. Третья не полная. Три. Поэтому соли возьму не полную горсть щепотя. Чуть поменьше. И пересыпаю солью. Сверху снова укладываю листья. Так, укроп. Немного хрена. Немножечко грибы придавим. Ну и утрамбовать их в кастрюле. Получился такой трехслойный пирог. Листья, грибы, снова листья, приправы. И снова грибы. И сверху еще раз листья. Сейчас мы это все убираем под гнет. Чтобы грибы дали сок. В качестве гнета, что использую у бабушки в бочке, это был деревянный круг. У меня тарелка. Бабушка укладывала под камень. У меня камня не нашлось. Но я вышла из ситуации. И беру банку с солью. Все, накрываю. Вот и все готово. Отведать грибочки сегодня не получится. Они будут стоять под гнетом месяц. И только потом их можно будет есть. Время от времени нужно будет проверять, не появилась ли плесень. Если что, ее убирать. А попробуем мы их уже получается глубокой осенью. С картошечкой, со сметанкой. Ммм, как это будет вкусно. Я уже предвкушаю. А с вами я пока прощаюсь. И до новых встреч в лесу и на кухне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова